Ученые Тихоокеанского госуниверситета разработали новую систему мониторинга Амура, которая позволит ответить на вопросы, как изменилось русло после наводнения, и стоит ли ждать более масштабного стихийного бедствия. Дело осталось за малым, найти средства на реализацию этой идеи. Подробнее расскажет Татьяна Баснина. Для обывателя миниатюра подводной лодки, для ученых самый примитивный в их лаборатории прибор. Помогает лишь сфотографировать дно водоема. Но даже такой, простой, не используется сейчас при мониторинге Амура. Если бабушка приезжает с пробирочкой, набирает воду и дает нам анализы, говорит, что вот мы сейчас химсиста проведем и говорим, что вот, да, был вот такой-то сброс. Уровень Амура измеряется линейкой. Сами видели, что творится. Непаводки. Приход в Хабаровск в 2005 году бензольного пятна заставил сотрудников кафедры вычислительной техники задуматься о новейшей системе исследования реки. С тех пор в стенах университета создается проект. Подводная, автоматизированная, беспроводная станция. Одна базовая, несколько второстепенных, которые можно мобильно перемещать по всему руслу реки. В режиме онлайн мы можем получать информацию о состоянии воды, о уровне воды, то есть о скорости течения. То есть все эти вещи в реальном масштабе времени получают пользователи. А этот уникальный прибор удивил даже гостей из МГУ, которые недавно побывали в Хабаровске. Санабот. Совместная разработка наших местных и немецких ученых. Поможет за короткий срок собрать данные о том, как изменился после паводка рельеф дна и само русло реки. Пока тестировался только под Берлином. Но уже в апреле совершит свое первое плавание по Амуру. С помощью зондирования звукового мы получаем информацию о рельефе дна. Соответственно, на этом рисунке мы видим глубины, то есть измеренные глубины по траектории движения аппарата. И вот конечный результат, это 3D-реконструкция того, над чем мы прошли. Пока проект, который позволит прогнозировать стихийное бедствие на реке, финансирует только университет. Санабот обошелся в 5 миллионов рублей. Еще 20 нужны на установку подводной станции. Ученые рассчитывают на поддержку. В сравнении с миллиардами, которые уже ушли на ликвидацию последствий наводнения, называют не самую большую цену. Татьяна Баснина, Сергей Забелин, Вести Хабаровск. Продолжение следует...